300 баночек в минуту, почти 25 тонн готового питания. Тихорецкий завод детских мясных консервов уже больше 30 лет является основным производителем такой продукции в России. Свои истории здесь гордятся не меньше, чем технологии производства, рассказывают на заводе губернатору. В составе консерв всего несколько ингредиентов, мясо, вода и крупа, никаких добавок. Все удалось с импорта заместить исключительно кубанским сырьем. Для нас важна, безусловно, экономика, но еще важнее здоровье детей. Вот продукция, у вас же заморозки нет, вы на охлажденке работаете, ингредиенты все наши, даже не отечественные, а кубанские. Что мы ищем, перебираем на полках что-то? Не надо перебирать, надо посмотреть на эту продукцию, которая сделана здесь у нас. Еще одно предприятие с историей – Тихорецкий машиностроительный завод. Здесь выпускают железнодорожные вагоны, вагоны метро и трамваи. Былая слава начала утихать в прошлом году. Продажи снизились вдвое из-за отсутствия заказов. Пришлось сокращать штат. Тогда же завод посетил Вениамин Кондратьев. Спустя год после вмешательства губернатора заказы увеличились почти на треть. Удалось даже повысить зарплату сотрудникам. Только квалифицированных работников теперь найти не так просто, сетует руководство. Если вчера говорили о сокращении, то сегодня мы говорим о нехватке рабочих специальностей, о нехватке рабочих рук. Вот это и есть результат. На заводе планируют строить новые трамваи. Цена двухсекционного вагона – 70 миллионов рублей. К примеру, белорусские аналоги стоят порядка 90 миллионов. Очевидно, что местные трамваи будут выгоднее. Конкурентоспособности на руку играет и локализация производства. Более 70% здесь будет все из российского... Локализация будет более 70% российская. Да, я думаю, давайте поддержим не просто с точки зрения того, чтобы он пошел на российский рынок. Он должен пойти на наш краевой рынок, в первую очередь на нашу краевую столицу Краснодара. После тяжелого производства Венимин Кондратьев оценивает, насколько легко жители Тихорецка могут воспользоваться госуслугами. В районном многофункциональном центре губернатора о работе МФЦ поговорил с посетителями. Вы ощущаете МФЦ, что к нему уже привыкли люди, то есть тропинка начала прорастать? Очень удобно. Вот все-таки в одно окно мы приходим и решаем столько вопросов, сколько за день невозможно обойти. С учетом нашего климата, я думаю, что это очень здорово. То есть МФЦ доказал сегодня свою жизненную необходимость? Да. То есть это самое главное, потому что деньги немалые вкладываются в то, чтобы появилась не МФЦ, а сеть МФЦ, то есть чтобы расширилось количество услуг. И понятно, что это сегодня не в копеечку нам обходится, но здесь не надо считать копеечку, не надо же считать рубль. Если людям удобно сегодня, то значит надо идти в этом пути. По какому пути идти самому Тихорецкому району обсуждают уже на Большом собрании вместе с местными жителями. С начала года произошел существенный рост в промышленном производстве. Объем инвестиций в экономику за первый квартал оказался в 11 раз больше, чем за такой же период в прошлом году. Район возвращает себе статус промышленного. Чтобы этот процесс шел быстрее, необходимо связать внутренний рынок потребления с местными производствами, считает губернатор. Как пример, это простаивающий без дела колбасный цех, хотя для сбыта продукции есть все возможности. Наши предприятия не могут попасть на наш рынок, внутренний рынок, ни районный, ни краевой. Это проблема, кстати, общекраевая. У нас есть представитель управления торговли здесь взяли, нас к краю кто-то приехал. Вы мне сказали, вы изучали эту возможность мощностей наших внутренних предприятий, мясоперерабатывающих, и с потребностями рынка, нашего регионального рынка внутреннего? Слушай, так вы возьмите, просто проанализируйте. Потому что мы говорим коллегам главам, мы четко должны понимать, сколько сегодня мы производим в целом, в совокупности, в крае. Или как и в каждой отдельно взятом районе. И сколько мы можем сегодня потреблять. Я не думаю, что мы столько производим, что мы максимально закрываем потребности края. А если мы не закрываем потребности края, тогда почему наши внутренние мясоперерабатывающие комбинаты не находят сбыта? Это первый вопрос, это к вам, к вашему руководителю. А где, кстати, ваш руководитель? В отпуске. Он еще и в отпуск ходит. Анализируйте, на самом деле, чья продукция сегодня в ваших магазинах? В том числе и Тихорецкая представлена. Конечно, право за потребителем. Но я глубоко убежден, что наши колбасные изделия ни в коем случае не хуже, а то и лучше соседей из других субъектов. Просто дайте возможность нашим производителям, чтобы загрузить возможности внутреннего рынка мощностями наших внутренних предприятий. Возможности нужно давать не только крупным предприятиям, но и небольшим компаниям. В период экономической нестабильности увеличиваются случаи банкротства бизнеса, а работники перестают получать деньги. В Тихорецком районе долги по зарплатам предприятий банкротов достигли 19 миллионов рублей. Губернатор требует разбираться в каждом конкретном случае. Люди обязательно должны получить кровно заработанные, но доводить предприятия до распродажи имущества для погашения долгов. Крайняя мера. Я его на личном контроле держу зарплату и вы держите. Имущество, я еще раз подчеркиваю, это последнее, что можно взять в погашение задолженности. Хотя в принципе само банкротство не лучший способ. Давайте максимально хвататься за любую возможность сохранить любой бизнес. Маленький он будет или большой. Потому что работающий бизнес это рабочие места, а для нас главное налоги. Проще не допустить его распродажу и оставить предприятие на плаву. Вот это намного важнее. Это вот должен сделать настоящий хозяин. Тихорецкий район – ключевой железнодорожный узел Юга России. И здесь изначально больше возможностей для развития промышленного кластера. Имея такое преимущество, район обязан выбраться из группы территорий с развитием ниже среднего. Такую задачу губернатор поставил перед местным главой и проверить результаты пообещал через год. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Перец, Денис Москаленко. Кубань, 24. Тихорецкий район.